Парашютизм В начале 20 века началось развитие авиации. Во многих городах России, в том числе и в Санкт-Петербурге, стали проводиться показательные полеты, которые живо интересовали публику. Именно таким образом с авиацией познакомился и будущий изобретатель ранцевого парашюта Глеб Котельников. Будучи всю жизнь неравнодушным к технике, он не мог не загореться интересом к самолетам. По случайному стечению обстоятельств, Котельников стал невольным свидетелем первой гибели пилота в истории российской авиации. Во время показательного полета летчик Лев Мациевич сорвался с сиденья и погиб, рухнув на землю. Вслед за ним упал примитивный и малоустойчивый самолет. Катастрофа с участием Мациевича была закономерным последствием небезопасности полетов на самых первых авиационных машинах. Если человек отправлялся в воздух, он ставил на кон свою жизнь. Эту дилемму могло разрешить только изобретение парашюта. Первые опыты по его производству проводились на Западе. Однако задача по своим техническим особенностям для своего времени была крайне сложной. На протяжении многих лет авиация топталась на месте. Невозможность обеспечить гарантию спасения жизни пилотам серьезно тормозила развитие всей индустрии воздухоплавания. В нее шли только отчаянные сорвиголовы. И когда в 911 году в России появился первый парашют, который был прост в использовании и отвечал всем требованиям безопасности, это стало настоящей сенсацией. Еще большее удивление вызвал тот факт, что изобрел этот парашют не специалист в сфере воздухоплавания, а театральный актер Глеб Котельников. Глеб Котельников родился в 1872 году в Петербурге в семье институтского профессора, где увлекались музыкой, живописью и домашними театральными постановками. Поэтому Глеб с малых лет проникся сценическим искусством. Кроме того, он научился играть на скрипке, мандолине, балалайке и даже стал сочинять музыкальные пьесы. Мальчик также любил мастерить механические игрушки, что поощрялось главой семьи, который углядел в сыне будущего инженера. Достигнув совершеннолетия, Глеб Котельников стал перед выбором, куда пойти учиться. В консерваторию, театральное училище или политехнический институт. Но судьба распорядилась так, что Глеб ни музыкантом, ни дипломированным инженером не стал. Более того, ему пришлось покинуть Петербург. Высшее образование Котельников получил в Киевском военном училище. Прослужил три года в армии, а потом 10 лет трудился в провинциальном акцизном ведомстве. Все свободное от работы время Глеб проводил в драматических кружках. В какой-то момент Котельников понимает, что театральная сцена – это то, чем он хочет заниматься профессионально. В 1910 году Глеб возвращается в свой родной город на Неве и устраивается актером в Санкт-Петербургский народный дом. И тут судьба Котельникова вновь резко меняется. 1910. Это тот самый год, когда в Питере на празднике воздухоплавания разбивается легендарный летчик. Потрясенной трагедией Глеб забывает о театре. Все его мысли поглощены только одной идеей – создать средство для спасения пилотов. Через неделю после трагедии квартира Котельникова превращается в мастерскую. По всему помещению разбросаны куски материи – ремни, медная проволока, деревянные брусья, ножи, молотки, отвертки. Ночью Глеб рисовал, чертил, делал выкройки. Днем мастерил, сколачивал рейки, сшивал куски материи по готовым лекалам. Это были изделия, напоминающие зонтики в различных вариантах. Потом эти зонтики изобретатель сбрасывал с крыши. Каждый проведенный эксперимент тщательно анализировал, исправлял ошибки, переделывал неудачные образцы, искал новые материалы и в конечном счете остановился на шелке. Чтобы рывок при раскрытии купола не повредил позвоночник, изобретатель разделил стропы на части, прикрепив их к двум подвесным лямкам. Такое решение позволило равномерно распределить динамический удар по всему телу. В итоге изобретение Котельникова выглядело следующим образом. Парашют находился в сложенном состоянии в ранце. Чтобы открыть крышку ранца и выпустить парашют, летчик должен был дернуть за шнурок. После чего внутренние пружины выталкивали наружу купол, который потом раскрывался от воздушного потока. Купол был сшит из 24 шелковых полосок и сверху имел отверстие. Эта конструкция легла в основу всех последующих парашютных систем. И еще стропы были созданы так, чтобы ими можно было управлять парашютом при спуске. Своё изделие изобретатель испытал на манекене, сброшенном с башни. Система работала. В августе 1911 года Котельников написал военному министру Сухомлинову письмо, которое начиналось так. «Длинный и скорбный список жертв авиации сподвиг меня на изобретение довольно простого и полезного устройства для предотвращения гибели авиаторов при аварии в воздухе». Далее Котельников изложил характеристики своего изобретения, описал способ применения и представил отчет об испытании. Для рассмотрения заявки была сформирована специальная комиссия, которая, не вдаваясь в подробности и игнорируя доводы автора, забраковала изобретение и отказалась от него, наложив резолюцию за ненадобность. Но сдаваться изобретатель не собирался. Спустя полгода он все-таки запатентовал свой парашют. Правда, не в России, а в Париже, где Котельников продемонстрировал свое изобретение французским авиаторам. Получив официальное авторское свидетельство, Глеб Евгеньевич вернулся на родину и решил добиться проведения официальных испытаний и признания своего парашюта. Патентное изобретение был уже серьезным аргументом для военного ведомства. Поэтому Котельников получил согласие на полноценные испытания. Они начались 6 июня 1912 года недалеко от Гатчины, в деревне Солюзи. Несмотря на то, что опытная модель была специально спроектирована для прыжка с самолета, авторы проекта уведомили, что военно-инженерное управление запретило использовать аэроплан для проведения эксперимента. Пришлось поднимать в небо воздушный шар конструкции братьев Монгольфье. Для придания испытаниям большего эффекта вместо груза, который предполагалось выбросить с парашютом, был сделан манекен. Он оказался подозрительно похожим на начальника офицерской воздухоплавательной школы генерал-лейтенанта Александра Кованько с точно такими же лихо закрученными усами и длинными бакенбарками. Манекен привязали снаружи корзины воздушного шара и подняли на высоту 200 метров. После чего пилот по фамилии Горшков отцепил куклу, и она начала стремительно падать вниз головой. Комиссия затаила дыхание. Когда раскрылся купол, манекен перевернулся и плавно коснулся земли. Позже в своих воспоминаниях Глеб Котельников написал, раздалось «Ура!» и все побежали, чтобы поближе увидеть, как парашют опустился. Ветра не было, и манекен встал на траву ногами, постоял так несколько секунд, а затем упал. В тот день парашют сбрасывали с воздушного шара еще несколько раз, причем с разных высот, но все спуски заканчивались благополучно. А 26 сентября того же 1912 года Котельникову удалось уговорить испытать парашют, сбросив манекен с аэроплана, поднявшегося в воздух на высоту 80 метров. Этот эксперимент также закончился благополучно. Несмотря на очевидный успех и подтверждение надежности системы Котельникова, военное ведомство налаживать серийный выпуск парашютов не торопилось. Про изобретатели вспомнили только, когда началась Первая мировая война. Серьезные потери летного состава во время воздушных боев заставили военное министерство Российской империи обратиться к Котельникову с просьбой срочно изготовить опытную партию парашютов в количестве 70 штук. Изобретатель с огромным энтузиазмом взялся за работу. Он тщательно следил за качеством изготовления каждого парашюта и выполнил заказ в срок. Но продолжение не последовало. Причина отказа от дальнейшего производства, столь необходимых для авиации спасательных средств, изобретателю не изложили. А потом произошла Октябрьская революция, началась гражданская война, и проект оказался востребованным новой властью. Все без исключения авиационные подразделения Красной Армии стали получать парашюты Котельникова. В 1923 году изобретатель предложил новую модель с полумягким ранцем. А через год он создает первый в мире парашют с мягким ранцем из ткани. Эта система до сих пор является основой для современных купольных конструкций. Будучи на пенсии, Котельников продолжал жить в северной столице. Он писал книги и учебники. Когда началась Великая Отечественная война, уже пожилой и слабовидящий Глебко Евгеньевич, тем не менее, принял активное участие в организации противовоздушной обороны Ленинграда. Блокадная зима и голод нанесли сильный удар по его здоровью. Котельникова удалось эвакуировать в Москву, где он скончался 22 ноября 1944 года. Знаменитого изобретателя похоронили на Новидевичьем кладбище. Спасибо за внимание.